Вот в таком вот мешке Почта России прислала нам лежанки. Мешок развежу. Па-бам! С вами Докмама и мои собаки Чихуасапи и Эйвен. Нас очень часто спрашивают, как выбрать лежанку для собаки. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Любой хозяин собаки понимает, что собаку нужно приучать своему личному месту в доме с самого ее появления. Сейчас выбор на рынке лежанок очень широк, и любого человека это ставит в тупик. Поэтому выбирать очень сложно. Мы пройдемся с вами по нескольким основным пунктам. Итак, поехали! Материал. Материалы должны быть комфортными, износостойкими, прочными, легкими в уходе и немаркими. Гипоаллергенами, чтобы не вызвать аллергию, и неэлектризующимися. Если у вас длинношерстная собака, то бархат, плюш, вельвет нужно будет часто чистить. Хлопок, лен, ситец вообще не очень прочны. Скорее всего придется быстро поменять либо чехол, либо весь лежак. Искусственный мех может электризоваться. Ткани, похожие на баллон, слишком скользкие и не греют. Лучше всего выбирать антивандальные ткани. Антивандальные – это защищенные от вандализма. В случае с собаками это ткани, которые практически не рвутся, не красятся, не растягиваются и очень износостойкие. Вы легко определите ее на ощупь. Она плотная и крепкая, похожая на мебельную ткань. Лежаки из пластика могут долго не деформироваться и очень легко подаются чистки. Внутрь можно положить подушку, которую легко стирать. Варианты из дерева все-таки более безопасные, чем из пластика. Однако есть один недостаток. Если у вас щенок или собака неотучена грызть вещи, она может грызть такой лежак. Лежаки на поролоне и синтепоне быстро деформируются. Так что, например, гипоаллергенный холофайбер, который тоже используется в наполнении, будет намного лучше. Второе! Размер! Во-первых, обратите внимание, как спит ваша собака, в каких позах. Если, к примеру, сворачивается калачиком, подойдет лежак овальной формы с бортами. Вытягивается, купите матрасик. Учитывайте, что собака будет крутиться, топтаться, подгребать под себя спальное место. Возьмите сантиметровую ленту, измерьте размер собаки от кончика морды до основания хвоста и высоту собаки. Прибавьте примерно 15-30 сантиметров к получившимся цифрам, и вы получите лежак нужного размера. Третье! На что же нужно обратить свое внимание? Наличие чехлов у лежанок – это большое преимущество. Чтобы лежак не загрязнялся, не засаливался, нужна возможность его легкой стирки и сушки. Целый лежак без съемных чехлов стирать и сушить гораздо сложнее. Кроме того, он может потерять форму. Цвет вы выбираете сами. Но лучше, конечно, если вы не собираетесь иметь много лежанок, выбрать цвет, на котором будет менее заметна шерсть питомца или грязь. Нескользящий низ у лежанок из кожи или эко-кожи – это очень удобно. Таким образом, лежанка не скользит по полу. Я буду играть с зайчиком, Айван. А я тогда пойду спать в твою лежанку, Софи. А ты что, не хочешь поиграть с зайчиком? Нет, не хочу. Ну, эйван, ну давай поиграем, смотри, я его грызу. Ах, ты непослушный Петрович! А Петрович, а Петрович, а Петрович, Заяц Петрович! Ты хотел убежать, никуда ты не убежишь от меня. Не убежать непослушному Петровичу от Софии. Четвертое! Какие вообще существуют типы лежанок? Сейчас существует огромный выбор лежаков. Коврики и подстилки подходят средним крупным породам собак, которые вытягиваются во весь рост. Уход за такими лежаками очень легкий. Вытряхиваете, стираете и сушите. Есть даже варианты с подогревом. Стоимость их, конечно же, выше, чем без. Лежак для собаки может быть изготовлен из пластика. Пластиковые лежаки очень практичны. За ними очень легкий уход, и они не деформируются. На такой лежак можно надеть чехол, который впоследствии можно просто стирать, или постелить внутрь простую подстилку. Мягкие лежаки. За ними уход более сложный, поэтому лучше выбирать со съемными чехлами. Мягкий лежак может быть с бортами, спинкой разной высоты. От практически отсутствия в виде подушки до высоких бортиков и спинок. На мягкий бортик собака может положить свою мордочку. Видов мягких лежаков существует очень много. Выбирайте на свой вкус и цвет. Главное, помните о материалах и размере. Диванчики для собак. Есть варианты как простые, так и сложные. Они более сложны в уходе, поэтому нужно выбирать износостойкий материал и быстро чистящийся. Домики для собак закрытого или полузакрытого типа. По внешнему виду они похожи на конуру, будку или норку. Это хорошая теплоизоляция. Такую модель лучше выбирать владельцам декоративных маленьких пород собак. Часто такие домики бывают трансформерами, то есть превращаются в обычный мягкий лежак. Сейчас существует множество других вариантов самых разных стилей и самых разных материалов. Металлические, кованые, деревянные, кровати, домики, будки и так далее. Но тут нужно ориентироваться на породу собаки, чтобы правильно подобрать высоту и размеры. У нас за нашу жизнь было очень много лежанок, но я не перестаю пробовать и заказывать новые. Когда мы еще были в Таиланде, у нас проходил конкурс на лежанки от Рэйчел Воу. Я и тогда не удержалась и заказала эти лежанки для нас. Я специально их не распаковывала, чтобы показать вам. Я уже, если честно, не помню, какой цвет мы заказывали и как эти лежанки выглядят. Я разрежу веревочку. И сейчас мы посмотрим на наши лежанки. Ааа, какие они классные. Смотри, Софиша, это твоя лежанка с розовой подушечкой. Эйвана с голубенькой подушкой. Посмотри, посмотри, Софи, какая лежанка. Вот так выглядят лежанки от Рэйчел Воу, которые мы заказали. Это лежанка Софи с розовой подушечкой, а это лежанка Эйвана с голубенькой подушечкой. Ну что ж, теперь вы знаете все, чтобы правильно выбрать лежанку для своей собаки. Любите своих собак, заботьтесь о них и будет вам счастье. Мам, ты забыла сказать, что лежанка нужна собаке, чтобы у нее было свое личное место в доме, как у хозяина есть свое место в доме. А ты права, Софи. Софи, тебе не кажется, что ты одним своим личным местом сидишь на моем лице? Разве у собаки есть лицо, мам? Или у собаки морда? Морда. Значит, ты своей жопкой сидишь на моей морде, Софи. Ой, мам, ну скажи Эйвену, что у меня не жопка, а попа. У меня попа. Да, Софиш, у тебя попа. Попа. Все, Эйвен, надоел, я пошла играть с кролика. Ну и иди, я буду лежать на лежаночке. Софи, теперь ты своей попой сидишь на моей спине. Ну и что? А ты зануда, Эйвен. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить много полезного и интересного. Ставьте лайк и делитесь этим видео с такими же любителями животных.